Жители поселка Иркин-Шахар Ногайского района беспокоят качество воды, которая поступает в их дома. По словам людей, живительная влага даже визуально не внушает к себе никакого доверия. Наш корреспондент Артур Мпце отправился в поселок, чтобы выяснить, когда же население может пользоваться водой надлежащего качества. Проблема, о которой идет речь, не нова. Эти кадры жители поселка Иркин-Шахар Ногайского района Карачао-Черкесии снимали лет 7-8 назад. Идущая из крана вода была скорее похожа на кофейный напиток, который к тому же оставлял на поверхности раковины грязные следы. Люди неоднократно обращались за помощью в различные станции. Сперва им обновили насосную, но лишь поэтапная замена всех коммуникаций, похоже, могла бы исправить ситуацию в лучшую сторону. Наличие воды имеется у нас, но по качеству, да, вода чуть-чуть у нас идет грязная, особенно после остановок. И из-за старой системы разводки всегда у нас, получается, при остановке идет ржавчина. Очистные сооружения есть, но они не справляются. Тем более, как сейчас были большие ливневые дожди, большой исход селий, они просто элементарно забивают ее. Так вот вода хлорируется, добавляется жидкий хлор в нее. В регионе это не единичный случай. Схожая проблема с качеством подаваемой в дома воды есть, например, и в ряде населенных пунктов Карачаевского района. Там нет очистных сооружений, нет водокачки. Жидкость с самотеком подается из бассейна суточного регулирования. Водопроводные сети прохудились и пришли в негодность. Здесь же, в Иркин-Шахаре, сперва заменили водокачку. Но стало понятно, что дело не только в ней. На данный момент мы по программе комплексного развития сельских территорий заложили 5 километров магистральных сетей. Сейчас проводим работы, меняем их. Все, которые ветхие сети есть, забитые, вот мы их сейчас меняем. Это проект того, что запланировано для замены коммуникаций на шести улицах поселка. Два километра из пяти уже находятся, так сказать, в работе. На участках, где строители меняют древние трубы, вода на 2-3 часа отключается. В это время в остальной части населенного пункта текущая из кранов жидкость на какое-то время становится чуть чище. Здесь убрали землю, копаем траншею. То есть здесь усложнение в чем? Грунтовые воды постоянно, поэтому чуть-чуть сложновато. Ну, как бы справляемся, все хорошо, работа идет. Колодцы устанавливаем, гидранты будут новые стоять. То есть раньше, если от кого-то там пожарники должны были воду питать, где-то тут приехал, сразу подключился. Кроме того, пока периодически приходится латать и старые, прохудившиеся трубы, выглядит подобное действие не очень приятно. Но без этого не обойтись, пока не заменят все коммуникации. По заведенной у нас традиции, люки будут находиться на проезжей части. Правда, по словам руководителя сельского поселения, иного варианта попросту нет. Люди пользуются тем, что досталось наследство от прошлых поколений. Низкого давления, вот рядом труба газ, высокого давления. А куда его ставить? Только вот сюда он и становится, согласно разработанной документации. То есть проверить, как он вмещать не будет. Он будет, где он заподлицо, забетонируется. Позже усиленный люк будет стоять здесь. Как нам рассказали в администрации Иркин-Шахара, все необходимые работы будут завершены до конца нынешнего года. То есть предполагается, что 2024-й жители поселка встретят с чистой и качественной водой. Не разойдутся ли планы с действительностью, ждать осталось значительно меньше, чем существует сама проблема. Артур Махцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Субтитры создавал DimaTorzok